Здравствуйте мои уважаемые подписчики! Сегодня мы рассмотрим с вами машинно-аппаратурную схему линии производства пшеничной сортовой муки. Мукомольные заводы есть в каждом регионе России. В некоторых регионах таких мукомольных заводов насчитывается не один десяток. Чем ближе к югу, то есть это Белгород, Белгородская область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская область. Чем южнее регион, тем больше мукомольных заводов вы там встретите. Мукомольные заводы выполняют важную функцию. Они перемалывают муку, они перемалывают зерно, пшеницы, ржи, овса в муку. Поэтому рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства сортовой пшеничной муки. Предварительно очищенное зерно подают из элеватора на мукомольный завод цепными конвейерами 1 и загружают в силосы 2. Силос – склад для хранения сыпучих материалов, таких как цемент, песок, зерно, комбикорм, гранулы и тому подобное. Силос представляет собой емкость цилиндрической формы с коническим днищем. За счет вертикального расположения силоса достигается значительная экономия площади, несмотря на внушительный объем сберегаемого сырья. Не менее значимым преимуществом силоса перед обычными складами является обеспечение повышенного уровня защищенности хранимого сырья от воздействия внешних факторов. Силосы оборудованы датчиками верхнего и нижнего уровней, которые связаны с центральным пунктом управления. Зерно из каждого силоса выпускают через самотечные трубы, снабженные электропневматическими регуляторами потока зерна 3. С помощью регуляторов и винтового конвейера 4 в соответствии с заданной рецептурой и производительностью формируют помольные партии зерна. Каждый поток зерна проходит магнитный сепаратор 5, подогреватель зерна 6 в холодное время года и весовой автоматический дозатор 7. Далее зерно подвергают многостадийной очистке от примесей. В зерно очистительном сепараторе 8 отделяют крупные, мелкие и легкие примеси. В камнеотделительной машине 9 выделяют минеральные примеси. Затем зерно очищается в дисковых триерах куколи-отборнике 10 и обсюга-отборнике 11, а также в магнитном сепараторе. Наружную поверхность зерна очищают в вертикальной обоечной машине 12, а с помощью воздушного сепаратора 13 отделяют аспирационный относ. Далее зерно через магнитный сепаратор попадает в машину мокрого шелушения 14. И после гидрообработки системой винтовых конвейеров 15, 16 и 17 зерно распределяется по силосам 18 для отволаживания. Отволаживание или гидротермическая обработка, кондиционирование зернового сырья на мукомольных заводах – это улучшение его мукомольных свойств, повышение способности, дать больший выход готовой продукции, муки, высокого качества при меньших затратах энергии. Силосы оборудованы датчиками уровня зерна, которые связаны с центральным пунктом управления. Система распределения зерна по отлежным силосам обеспечивает необходимые режимы отволаживания с различной продолжительностью и делением потоков в зависимости от стекловидности и исходной влажности зерна. После основного увлажнения и отволаживания предусмотрена возможность повторения этих операций через увлажнительный аппарат 16 и винтовой конвейер 17. После отволаживания зерно через регулятор расхода, винтовой конвейер 19 и магнитный аппарат поступает в обоечную машину 20 для обработки поверхности. Из этой машины зерно через магнитный аппарат попадает в вентолейтор-стерилизатор 21, а затем в воздушный сепаратор 22 для выделения легких примесей. Далее через магнитный аппарат его подают в увлажнительный аппарат 23 и бункер 24 для коротковременного отволаживания. Затем зерно взвешивают на автоматическом весовом дозаторе 25 и через магнитный аппарат направляют на измельчение в первую драную систему. В каждую драную систему входят вальцовые станки 26, рассевы драных систем 27, рассевы сортировочные 28 и сетовеечные машины 29. Сортирование продуктов измельчения драных систем осуществляют последовательно в два этапа с получением на первом этапе крупной и частично средней крупок, а на втором средней и мелкой крупок дунстов и муки. В сетовеечных машинах 29 обогащают крупки и дунсты 1, 2 и 3 драных систем и крупку шлифовочного процесса. Обработки в шлифовальных вальцовых станках 30 подвергают крупную и среднюю крупку первых, вторых и третьих драных систем после ее обогащения в сетовеечных машинах 29. Верхние сходы сит рассевов 3 и 4 драных систем направляют в бичевые вымольные машины 37. Проход последних обрабатывают в центрифугах 38. В размольном процессе применяют двухэтапное измельчение. После вальцовых станков 30 и 33 установлены деташеры 31 и 35 для разрушения конгломератов промежуточных продуктов измельчения зерна и энтолейторы 34 для стерилизации этих продуктов путем ударных воздействий в рассевах 32, 36 и 39. Из продуктов измельчения высевают муку, которая поступает в винтовой конвейер 40. Из него муку подают в рассевы 41 на контроль, чтобы обеспечить отделение посторонних частиц и требуемую крупность помола. Далее муку через магнитный аппарат энтолейтор 42 и весовой дозатор 43 распределяют в функциональные силосы 44. Из них обеспечивается бесстарный отпуск готовой муки на автомобильный и железнодорожный транспорт. Либо с помощью весовыбойного устройства 45 муку фасуют в мешки, которые конвейером 46 также передают на транспорт для отгрузки на предприятия потребители муки. Перед упаковыванием в потребительскую тару муку предварительно просеивают на рассеве 47, упаковывают в бумажные пакеты на фасовочной машине 48. Пакеты с мукой группируют в блоки, которые заворачивают в полимерную пленку на машине для групповой упаковки 49. Полученные блоки из пакетов с мукой передают на транспортирование в торговую сеть. Для шелушения зерна ржи и пшеницы на мукомольных заводах применяют шелушильно-шлифовальные машины различных конструкций. Например, шелушильно-шлифовальную машину А1ЗШН3, которая предназначена для шелушения ржи и пшеницы при обойных помолах и ржаных сортовых помолах на мукомольных заводах. Шлифование и полирование ячменя при выработке перловой крупы. Шелушение ячменя на комбикормовых заводах. Сетовой цилиндр 4 машины установлен в корпусе 5 рабочей камеры. Вал 3 с абразивными кругами 6 вращается в двух подшипниковых опорах 8 и 12. В верхней части он пустотелый и имеет 6 рядов отверстий, по 8 отверстий в каждом ряду. На машине установлены приемный 7 и выпускной 1 патрубки. Последний снабжен устройством для регулирования продолжительности обработки продукта. Отводящий транспортер крепят к фланцу патрубка, установленного в зоне кольцевого канала для вывода мучки корпуса 2. Привод машины осуществляется от электродвигателя 9 через клиноременную передачу 11. Корпус 5 рабочей камеры присоединен к корпусу 2, который в свою очередь устанавливается на станине 10. Зерно, подлежащее обработке через приемный патрубок, поступает в пространство между вращающимися абразивными кругами и неподвижным сетовым цилиндром 4. Здесь, благодаря интенсивному трению при продвижении зерна к выпускному патрубку, происходит отделение оболочек, основная масса которых через отверстие сетового цилиндра и далее через кольцевую камеру удаляется из машины. С помощью клапанного устройства, размещенного в выпускном патрубке, регулирует не только количество выпускаемого из машины продукта, но и одновременно время его обработки, производительность машины и технологическую эффективность процесса шелушения, шлифования и полирования. Воздух засасывается через пустотелый вал и имеющиеся в нем отверстия проходит через слой обрабатываемого продукта. Вместе с оболочками и легкими примесями через сетовой цилиндр он поступает в кольцевую камеру и далее в аспирационную систему. Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей повышенная вибрация машины, которая происходит из-за износа абразивных кругов. Большой износ кругов приводит также и к уменьшению интенсивности обработки, поэтому за состоянием кругов нужно тщательно следить и своевременно заменять их. При замене сетового цилиндра необходимо освободить от крепления только одну крышку, снять ее, а затем через образовавшуюся кольцевую щель вынуть цилиндр. Для размола зерна применяется размалывающее оборудование, вальцовые станки, которые могут комплектоваться парными волками или последовательно расположенными тремя, четырьмя или пятью волками. Двухсекционный вальцовый станок ZM2 с автоматическим регулированием производительности предназначен для извельчения зерна и промежуточных продуктов размола на мукомольных заводах. Станок включает станину 1, вальцы 3 и 25, распределительный 4 и дозирующий 5 волки, аспирационное устройство 2, рычаги 6, 11, 15, 22, винты 7, 17, 23, планку 8, секторную заслонку 9, пружины 10 и 21. Питающую трубу 12, датчики 13 и 14. Механизм грубого помола, механизм грубого привала 29, механизм 28, настройки и выравнивание подвижного вальца, межвальцовую передачу 30, эксцентриковый вал 24 и электродвигатель 27. Мелющие вальцы представляют собой две стальные полуоси и рабочий барабан, изготовленный из никель хромистого чугуна, наружная поверхность которого отбелена. Вальцы 3 и 25 в станине 1 устанавливают на роликовых подшипниках так, чтобы между линией, соединяющей оси вальцов, горизонтально был угол. Вальцы 3 и 25 в станине 1 устанавливают на роликовых подшипниках так, чтобы между линией, соединяющей оси вальцов и горизонталью, был угол 45 градусов. Один из каждой пары вальцов имеет только вращательное движение, быстро вращающийся. Второй, медленно вращающийся, кроме вращательного, может иметь и поступательное движение в направлении перпендикулярном к оси. Этим обеспечиваются регулирование зазора между вальцами, его равномерность по длине вальцов, быстрое сближение – привал и удаление – отвал. А также прохождение между вальцами твердых посторонних предметов без поломок деталей станка и повреждение вальцов. Вальцы связаны между собой шестеренной передачей. Очищают вальцы щетками 26. Настройку вальцов на параллельность проводят винтовыми механизмами. Для параллельного сближения вальцов служит эксцентриковый механизм. Твердые посторонние предметы проходят между вальцами благодаря коротковременному увеличению зазора при сжатии пружины амортизатора, установленного под рычагом подвижного вальца. Питающий механизм станка двухваликовый. Распределительный валик 4 имеет разнонаправленные левые и правые винтовые рифли, а дозирующий от 5 до 35 продольных рифлей на окружности на дронных системах и 59 рифлей на размольных. Механизм регулирования питания позволяет автоматически изменять подачу продукта дозирующим валиком в зависимости от поступления его в питающую трубу. Питающий механизм приводится в движение плоскоременной передачей от ступицы быстро вращающегося вальца. А дозирующий от распределительного посредством шестеренной передачи. Щель между секторной заслонкой и распределительным валиком регулируют вручную. Вальцовые станки типа ЗМ2 выпускают с механическим автоматом, который обеспечивает выполнение следующих операций. Отвал и привал подвижного вальца, выключение и включение вращения питающих валиков, закрытие и открытие секторной заслонки. Отвал и привал вальцов сопровождается световой сигнализацией. При отвале загораются красные сигнальные лампы. При холостом ходе станка сигнальные лампы включены, при рабочем выключены. Для регулирования подачи продукта над дозирующим валиком 5 на рычаге 6 шарнирно закреплена секторная заслонка 9, которая соединена с тягой 18 и рычагами 11 и 15, с датчиком питания 13, находящимся в питающей трубе станка. Для возврата заслонки в нижнее закрытое положение служит пружина 10. Усилие, которое можно изменять, перестановка ее ушка в отверстиях опорной планки на клапане 16. Для регулирования величины перемещения хода секторной заслонки служит винт 17, закрепленный на клапане 16. Правый кривошип рычага 6 соединен через серьгу 20, винт 23, амортизационную пружину 22, рычаг 21, вал 19 с рычагом автомата управления. Левый кривошип рычага 6 через планку 8 опирается на винт 7, закрепленный на станине, который ограничивает движение секторной заслонки при ее закрытии и исключает поломку деталей. Предварительную установку величины питающей щели осуществляют вращением винта 20, 23. Дополнительно питающую щель во время работы станка при очистке питающего бункера увеличивают путем оттяжки винта 23 за маховичок на себя. Включение грубого привала вальцов, включение грубого привала вальцов, вращение валиков 4 и 5, а также перемещение секторной заслонки 9, выполняется автоматически при наполнении продуктом питающей трубы. Обратные перемещения деталей протекают также автоматически при прекращении поступления продукта в питающую трубу станка. Спасибо вам за внимание, за то, что вы досмотрели до конца. В этом видео мы рассмотрели машинно-аппаратурную схему линии производства сортовой пшеничной муки, а также некоторое оборудование, которое используется в этой линии. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на мой канал. Поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Желаю вам успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О том,IR